А теперь ходьба. А теперь поговорим о нашей прогулке по нашей тропе. Вот, можно держать подальше. Можно еще вот так. Подальше. Самое важное. Ну, в любом деле, это, конечно, начать и не бросить. Самое важное. Это дисциплина. Встали. Ну, можно рано встать. Я, допустим, сегодня поздновато встал. Вот, полдевятого я тут прогуливаюсь. И, первым делом, умылись и на тропу. На тропу, на тропу идти. Естественно, не всегда это хочется делать. Но, тем не менее, главное себя вытянуть. Первый кружочек пойдет так себе. Вот. Во время второго пойдет подзарядочка. Вы уже подзарядитесь. И вон, подружка бегит моя. И вы уже второй круг. Бодрячком. Ну, да, не, да, не, да, не, да, не. Да, не, да, не, да, не, да, не. Вот она. Эй, ты жучка. Лежишь. Хорошая, упитанная собачка. И это хорошо. Да? Кусак. А, ну, все, 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 все. Все, 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 все. Угу. Все, осталось. Давай. А то любит покусать. Пошли на второй круг. Второй круг уже идет бодрячком размашиста и это хорошо кинокамерой или видеокамеры точнее как дополнительным третьим глазом посматривайте по сторонам туда сюда отвлекаетесь начинают приходить светлые мысли очень важно вот когда вы что-то тяжелое пережили у вас такой неприятный осадок остался ну разное может быть очень важно отвлечься для этого лучше всего ходьба выберите место знакомое и красивое вам вот идете погружайтесь не в свои мысли а наблюдайте за окружающим с окружающим наблюдайте там зеленую травку деревья с такими вот формами звуки птиц то есть важно отвлечься и вот как только вам это удастся удастся то есть важно вообще переключение с одного на другое и как только это вам удается значит вы будете отдыхать от этого пережитого забывать его то есть чтобы она потеряла власть над вами это очень важно потому что мыслительный процесс бывает такой сильный и интенсивный что он берет над человеком власть и накручивает его накручивает я уже помалкиваю о том что это могут быть и сущности которая накручивает вас с определенной целью вот поэтому вы должны быть хозяином любой ситуации вот что-то произошло крайне там неприятное ну например утрата близко все его нету естественно будут переживания ну надо попереживать не без того и в то же время в то же время в то же время попереживал понимать что это естественный процесс люди приходят и уходят рождаются и умирают раз мы еще живем наша задача жить все попереживали отдали дань усопшему и ищем новые интересы для себя я называю это новые якоря бросаем и начинаем жить если же впадаем в грусть тоску то ничего хорошего из этого не будет а потом бывает так часто знаете что вот человек там тосковал переживал не знал как всего это выйти и тут только раз у него со здоровьем ухудшение происходит это естественно после того как человек перенервничает и он и он тут хочет жить ой хочу жить как из этого выйти как из этого выйти радоваться надо то есть важно найти для себя это уже искусство темы темы которые у вас радость отвлекающие темы ну и лучше скворцы пролетели лучше путешествие и прогулок мало что есть мы же не можем себе обеспечить какой-нибудь морской тур чтобы от всего этого отвлечься там а то что мы можем сделать поэтому если что-то такое суровое с вами случилось с вашими близкими опять-таки надо немножко погустить отпустить эту ситуацию не натягивать ее на себя а именно отпустить вот сейчас только понимается значение этого слова отпустить и дальше жить жить как ни в чем не бывало естественно после того как человек что-то там перенервничал и вышел из этого состояния на организме остаются следы следы в виде таких микроспазмов я называю это такие эмоциональные шлаки в первую очередь они у вас будут на лице то есть лицо какое-то скованное руки скованные ну и еще где-нибудь в теле вот здесь очень хорошо подышать дыханием очищающим полевую форму жизни она делается очень быстро и с его помощью все эти эмоциональные зажимы обнаруживаются сами собой и по мере движения они вот такое впечатление как лопается вы от них освобождаетесь освобождаетесь ага исчезают вот эти спазмы спазмы мышц сердца спазмы мышц расположенных в кровеносных сосудах и таким образом мы как бы стерли все это растерли значит никаких последствий особо не будет потому что одно переживание наслаивается на другое все это ведет к тому что возникает спазмы микроспазмы крепатура и следом идет ухудшение питания данного участка тела и ворона летает хочет полакомиться хочет утянуть кусочек места и вы вновь стали на тропу здоровы то есть ни в коем случае нельзя жить в прошлом жизнь это действительно вот есть только микс на него и держись настоящий момент команд